Так, друзья, всем привет! Сейчас я, как обещал, наговорю вам свои мысли по поводу крупных заказов, потому что многих этот вопрос волнует, и у многих, по моему мнению, есть неправильное представление о том, как начинать путь в нише маркетинга и вообще в любом, где вы что-то делаете. Понимаете, я об этом, кстати, рассказывал на одном из своих выступлений недавно. Меня приглашали для студентов почитать лекцию. Значит, в чем смысл? Вот представьте, разберем две истории. История одного фрилансера, история второго фрилансера. То, что я рассказываю, это абсолютно мой опыт. То есть это я не где-то прочитал и видел, а конкретно я так делал. История первого фрилансера, это моя история. Когда я сразу же начал метить в крупных клиентов, не стеснялся, не боялся. Да, я совершал ошибки, да, я обсирался где-то, но где я не обсирался, где я показывал результаты, такие проекты были, они перекрывали все мои ошибки даже с теми же самыми клиентами. Потому что не ошибается тот, кто не растет, ничего не делает, да. Поэтому, когда у меня спрашивают, Макс, как ты вышел на крупных клиентов, без опыта, без портфолио, в начале своего пути, я говорю, наглостью и уверенностью. Просто я в один момент поверил, что я пиздатый, и просто потом это доказывал. И у меня фокус внимания был именно на том, что я пиздатый, а не на том, что я могу сделать ошибки или где-то обосраться. Да, я обсирался, да, я делал ошибки, еще раз говорю, но я на этом акцент не делал. Я подтверждал свое правило, что я классный. И это не розовые очки, это определенный акцент, фокус внимания, да, тренд, который я сам себе задал. И, естественно, когда я обсирался и там какие-то, ну, не выполнял свои там планы, обязательства перед клиентами, это для меня в любом случае был рост, потому что это опыт. Причем самое, что интересно и самое важное, что именно этот опыт меня двигал еще быстрее, нежели у людей, у которых там страх перед какими-то большими проектами или большими бюджетами. В общем, я за пять лет нарастил себе реально большую базу клиентскую, опыт получил, причем опыт работы именно с крупняками, с большими интересными проектами. И именно этот опыт и это портфолио мне позволяет сейчас чисто по царафану дальше там работать с другими крупными клиентами, потому что меня на рынке знают, меня советуют, да, я там, ну, вообще рекламу на свои услуги никогда не запускал и не запускаю, меня все советуют и вот так вот, как бы, ну, ко мне приходят по царафанному радио. Вторая история, это когда вот фрилансер думает, что, значит, чтобы начать работать с какими-то большими бюджетными крупными клиентами, да, ему нужно там, соответственно, набить себе опыт портфолио, и он начинает соглашаться на бесплатные какие-то кейсы, ну, то есть работать за кейсы, бесплатную работу брать, либо себе там в минус, да, там, некоторые даже доплачивают, да, там, за то, чтобы поработать с кем-то. Я считаю, это абсолютно хуйня, да, потому что вы так не наработаете нормальный опыт, вы наработаете только себе геморрой, нервы, стрессы и выгорание. Потому что, ну, блядь, какой вы опыт можете получить с проекта, где вам платят там, блядь, не знаю, там, блядь, 10-30-50 тысяч, а спрашивают вас как с миллиону рублей. Ну, блядь, какой там может быть опыт? Это не опыт, это, блядь, рабство. Вот, и, как бы, к вам относятся, как к дебилоидам, которые, типа, в себе не уверены просто, и на вас можно ездить, да. Я вообще считаю, что любой труд должен быть оплачиваем, причем оплачиваем хорошо. Другое дело, адекватность ваших запросов и денег, то есть, ну, как бы, если вы там овердухья в себя верите, а делаете какашку, ну, как бы, это тоже неправильно. Я сейчас говорю именно про то, что должна быть адекватная оценка того, что вы делаете, и ценности, которые вы несете. А так как у нас в России люди с комплексами все, да, все неуверенные, да, там, и, блядь, и куча говна с вами происходила в детстве, вот это все накладывает на вас большой слой, значит, неэффективных паттернов поведения, ограничивающих убеждения. Именно поэтому вы идете и работаете за бесплатно, за спасибо, там, за маленькие чеки, и думаете, что, и оправдываете себя тем, что, ну, типа, вы нарабатываете опыт. Это не вы нарабатываете опыт, это вы отрабатываете свои, еще раз говорю, там, комплексы. Вот. Это не потому, что так надо делать, а потому, что вы вашему мозгу объясняете свою несостоятельность и низкую самооценку тем, что, типа, вот вы там, значит, типа, нарабатываете опыт. Это, еще раз говорю, это не наработка опыта, это просто вы в себе не уверены. И именно это я и отрабатываю у ребят, которые ко мне приходят на стратегический маркетинг. Вы думаете, почему они там все сейчас, кто у меня там приходит ко мне, да, там у всех башка меняется, и многие начинают зарабатывать больше даже после первого-второго урока. То есть это же не вы, я же не выдумываю, я это все, все эти скриншоты выкладываю, это видите, все эти отзывы, это реально люди пишут, да. Потому что, еще раз говорю, дело в башке, дело не в навыках, дело в башке вашей. И к результату, к большим кейсам, интересным проектам придет именно тот, кто с башкой разобрался своей. Это если вкратце, да, вот. Вот, напишите, что думаете, согласны, не согласны со мной, вот. И напомним, у меня сейчас второй поток стартовал стратегического маркетинга, да. Вот кто хочет нормальные деньги зарабатывать, и кто там пиздел, что типа в кризис никому нахуй не нужны маркетологи из-за такие чеки, ну, вы ошиблись уже, потому что вон у меня, ребята, сейчас и одна девочка там миллион взяла проект, пожалуйста, да, там стратегический маркетинг, да, там стратегию для компании делает, там парнишка за 300 тысяч, второй там за 500 тысяч, там, третий, точнее, договариваться, да, то есть, вот, пожалуйста, кризис, блядь, в стране, а специалисты хорошие нужны. Это все, понимаете, ваши проблемы, ваши вот эти, типа, не получится, и никто не будет платить, это все в вашей башке, да, потому что если бы это было так, ну, никто бы не зарабатывал, а зарабатываю я, зарабатывают мои ученики, вот. Скорее всего, поэтому проблемы у вас, а не в рынке или там в кризисе, или еще в чем-то. Да вообще в кризис, наоборот, такие специалисты еще больше нужны, вот. Поэтому вписывайтесь в обучение, да, там, кому нужно скинуть ссылку, мне можете в личку написать, я вам ссылку скину, можно по рассрочке, там, на год, на два, там, берете, и вы эти деньги отобьете, там, после первого месяца, после первого же клиента, вот, а навык останется на всю жизнь. Плюс бошку вашу переделаю, да, даже если вы не будете этим заниматься, все равно вы с другой головой уже будете работать в других проектах и в других нишах, вот. В общем, лайкните, там, напишите комментарии, что думаете, спасибо за внимание.